7 ноября день маркиана назван честь святых мучеников маркиана и мартирия маркиан был чтецом а мартирий и подиаконом господь дал им как верным ученикам своим уста и премудрость которые не могли не противоречить все противившиеся им еретики хотели склонить их на свою сторону но видя что ничего у них не получается осудили их на смерть который святые желали ради христа больше самой жизни после краткой молитвы оба были усечены мечом народе сегодняшний день называли дедовские плачи красная горка так как было принято поминать умерших родственников и близких говорили даже о том что сегодня даже природа плачет и действительно в этот день практически всегда наблюдались осадки ясная погода была большой редкостью сегодня устраивали ритуальные плачи полагалось сходить на кладбище привести могилы предков порядок зажечь свечки память по усопшим еду отдавали нищим так как ранее на кладбище не принято было есть и оставлять еду на могилах а вот когда приходили домой то накрывали обильный стол и ели те кушанье которые любили умершие родственники сегодня помогали сиротам и обездоленным людям они их заботились сообща всей деревне ни в коем случае нельзя было обманывать сироту либо красть у такого ребенка это был страшный грех также каждая женщина считала своим долгом сегодня поплакать о своих несчастьях и даже раскаяться в совершенных грехах и это позволяло встретить зиму с чистыми помыслами торговцам зерна сегодня запрещалось есть хлеб а также приезжать на другое место чтобы не спугнуть удачу приметы сегодня обязательно должен пойти дождь или снег нельзя сегодня есть хлеб вот хлебным не будет если сегодня встать рано утром зажить церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советам решение проблемы придет на следующий день женщинам запрещалось плакать подушку перо все слезы помнит и неприятности сохраняться на длительный строк а если другой человек ляжет на эту подушку то беды перейдут к нему если сирота сегодня помолится богу и обратиться с просьбой к своей матери то и обязательно помогут